Привет, меня зовут Сымар и в этом видео будет много плоских и не очень плоских шуток про омскую птицу, потому что в этом видео мы едем в город Омск. Поехали! Покружив по Казахстану и Узбекистану мы наконец-то двигаемся дальше. Сегодня мы едем на Петропавловск, а судя по тому, что там нет списки, то скорее всего сразу на город Омск. С погодкой повезло, тучки, не жарко, двигаемся на север в Сибирь. Вот она популярность. Первые слова дяди, который на вас сейчас остановился, были «А я вас по телевизору видел, узнал, встал!». Мы отлично отъехали 2,5 километра под Останым. Сейчас мы обходим город Щучинск, к нам 250 до Петропавловска. И судя по тому, что никто от Узбекистану не связал, то мы пилим на Омск. Самое другое, это Казахстану, это Ялка, Казахстану, 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 Казахстану. Вон сотни километров до Петропавловска и что-то вообще не видно, но на этом месте. И на этом месте с очень плохим звуком и сильным ветром настояли часа три безуспешно. А потом нас подвез до города Цыган на очень разбитой машине. Это было уже часов 8 вечера, естественно, в Кулемск мы не поехали, решили упасть в Петропавловск. Сегодня вечером я чувствую себя просто рок-звездой на гастролях, потому что мы приехали в Петропавловск, я вышел в интернет и там сообщения от местных журналистов, которые хотят нас интервью. Я сейчас стою возле магазина, жду пока Фрам купит какие-то продукты на вечер. Подходят какие-то люди, спрашивают, путешествуйте автостопом, да, клево, откуда, куда, как у вас там. Подошел парень, который хочет на мотоцикле проехаться из Владика до Европы, потом подошла какая-то тетенька, просто пойти и словала, что вы как, вы откуда, куда. Вот она, вот она популярность. Если бы за это еще деньги давали, было бы вообще клево. Мне кажется, что меня, как Штирлиц в анекдоте выдавал в лохившихся по земле парашют, выдаются рюкзаки, банданы, литровка, все, потому что только сейчас подошел третий человек и спросил, турист, турист, автостопом, автостопом, ну круто. Круто, что, полюсь. А найти, где переночевать, нам помог вот тот самый товарищ, который хочет проехать в мотоцикле от Владика до Европы. У него оказались связи в агентстве по воздаче квартир, поэтому переночевали в шикарных апартаментах, а утром бизнес дальше, наконец-то, на город Омск. Утрость в Петропавловске начинается с очередного казахского интервью, и мы только подходим, а ребята уже настраивают камеру, походу будут снимать меня, как я снимаю себя. Утро начинается без кофе. Что-то автостоп в кресло термаловское, дерьмо, потому что вчера мы висели три часа, они могли уехать. Сегодня мы висим уже около часа, и как-то тихо и глухо, хотя машин много, дорога прямая, но никто ничего, никуда. Стоим дальше, ждем. Вот и они, мои любимые насекомые, летней Сибири. О, ва, да, блин. Сейчас вокруг нас такие тучи вились, невероятные. Сейчас-то мы скинули рюкзаки, рюкзаки больше пахнут фотом, и поэтому они все на рюкзаках. Но когда мы шли, вокруг нас вились просто огромные тучи этой гадости. Я надеюсь, что мы это быстро едем, иначе они нас здесь съедят нахрен. И в сфере встреч пути встретили дядю, он ездит с Петербурга на коляске в Владивосток. Дядь, конечно, совершенно потрясающий. Гвозди бы делать из этих людей, а после него мы поймали машинку прямиком до Омска, и сейчас будут вон они обещанные плоские ошибки про омскую птицу. У меня тут закралось подозрение, что мемчик про омскую птицу знают везде, кроме Омска. Или я слишком много сижу в интернете, мои друзья, или реально никто из речей не знает, что такое красная омская птица, что это такое и почему она стала интернет-мемом. Я тоже не знаю. А мы в городе Омске. На этот раз мы, наверное, даже погуляем по городу Омску, увидим, чем он интересен, чем он славен или нет. Здесь тепло, хорошо и нету оводов. Это огромный профит после Казахстана. И да, мы снова в России. Это город Омск, родина красной птицы или Венгидума. А это память их детям, которые кормят этих самых омских птиц. Пока что, кроме него, здесь ничего интересного, но мы только вылезли из маршрутки и идем гулять. Нам отметили кучу местных интересных мест. Может, среди них действительно есть что-то достойное, но в любом случае это лучше, чем промзоны окраины Омска, через которые мы ехали в прошлый раз. Вот это ворота Омской крепости. А что-то из этих строений, чисто в теории, это и есть Омская крепость. Честно говоря, ни одной из них на нее не похоже. На карте написано, что да, и ребята говорили, что да. Люди фоткаются там. Но это ворота. А крепость где? Крепость, видимо, разрушена Омской птицей. Или крепость строят сейчас. 15-й секундка велоненависти. Здесь в Омске набережной есть велодорожка. Вот она, велодорожка. И по ней даже не ходят люди. Но здесь другая ситуация. Здесь велосипедисты и идут по пешеходной части. Практически все велосипедисты, которые сейчас здесь проезжают, а их здесь довольно много, едут по пешеходной части. Велодорожка, пешеходная часть. Велосипедисты уже уехали. Почему? Здесь явно технично затерт годик. Мне очень интересно, какой год там был изначально. 2001, 2002, 2003. А вообще большинство памятных мест. В заключательности Омска это вот такие вот камушки или стелы с надписью «Здесь было» или «Здесь будет». А памятников, которые здесь есть, намного-намного-намного меньше. Так что Омск был, Омск будет, а вот Омск есть скепсис. Подводя итоги по Омску, можно сказать, что Омск город ни о чем. Да, он довольно большой, в центре есть где погулять, есть пара парков, пара памятников. Но сегодня я с большим удовольствием провел время вот здесь, в Икеа. Икеа, ребята, это добро. Икеа это хорошо, вкусно, дешево и вообще. А завтра мы двигаемся в город Новосибирск по Новосибирскому тракту, который представляет себя 600 километров через степи и болото, болото и степи. Жди нас, Новосибр. И последний вечер в Омске, я занимался видео-рекурсией с ребятами из Омска. Ребята очень клевые, они часто катаются в Таиланд. Рассказали нам очень много интересного про те края. Привет, ребята, привет, кот ребят, привет, птицы ребят. У нас в гостях ребята из Украины, уже второй вечер, завтра будем их провожать. Мы в гостях у ребят из Омска, завтра будем с ними прощаться. Рекурсия. Блогерская рекурсия, короче, получается. Почему нет? Ребят, скажите, что-нибудь классное на дорожку. Что-нибудь классное? Да. Заклассное, ребят. Ваши ощущения вообще от Омска. Мы наконец-то посмотрели Омск. Мне кажется, мы начали лучшее место в Омске, оно вот здесь. По-моему, кот нам тоже что-то хочет сказать. Да, по-моему, да. Очень громко. Мы очень рады ждем гостей. Кадры Омская птица атакуют томского кота. Ребят, продолжайте. Ааа! Сейчас он и атакуются, да. О, кстати, ребят, он, когда снимаешь его, чтобы-то не было, он летит. Будет это камера огромная, субъективно. Будет это маленькая экшн-камера, будет это телефон. Насрал. Ног. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, чтобы следить за Вашими приключениями дальше, потому что дальше будет Новосибирск, Красноярск, наконец-то Байкал и дальше, дальше, дальше. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok